Всем привет! Сейчас на столе у меня немножечко необычная картина, потому что обычно тут стоит рабочий офисный монитор, а не графический планшет. Это не потому, что планшет большой и много места занимает. Я очень давно, с того момента, как у меня появился первый экраник, внашиваю в голове мысль заменить вот таким планшетом офисный монитор. Идея прикольная, потому что это удобно. В любой момент взял ручку, что-то там порисовал, не надо бегать с проводами, подключать. Опять-таки на столе это место мало занимает. И когда этот планшет ко мне шел, я очень рад был. Но, как оказалось, конкретно эта модель, она вроде бы как и может заменить офисный монитор, а вроде как и нет. Как это, вы поймете в конце видео. В общем, погнали! Итак, начнем с названий. Это планшет от фирмы Gaomon, модель PD2200. До этого на канале был уже обзор гаомоновской модели PD1560. И, блин, я могу сказать, что с названиями у них полный порядок. Фишка Gaomon в том, что они позиционируют свои планшеты, крайники, как бюджетные модели. То есть основная их фишка – это цена. А вот эта модель на момент обзора стоит в районе 25 тысяч рублей российских. Это немало. Но за эти же деньги конкуренты предлагают у современных моделей только 16-дюймовые планшеты. А 22-дюймовые, где 20, будут раза в два дороже стоить. Но если на вакуум смотреть, то там за 25 тысяч вообще ничего не купишь с экраном. И это при том, что в сухих цифрах у всех этих планшетов какие-то плюс-минус одинаковые показатели. В чем подбок, спросите вы? Давайте разбираться. Начнем с комплектации коробки, насколько-то все надежно упаковано. Планшет ко мне пришел вот в таком виде. Коробка нереально здоровая, очень весомая. Сам планшет внутри защищен. Вот такой вот спененный пластиковый фигней, я не знаю, как ее назвать. Точно такая же была на прошлом Gaomon. Ну, вроде бы надежно. Внутри в антистатическом пакетике лежит сам планшет. Есть еще маленький пакетик с макулатуркой и перчаткой. И простенькая коробочка. Там шнуры, блок питания, пен и подставка под него запасными наконечниками. Вот такая комплектация. Это необходимый и достаточный минимум. Планшет идет уже в собранном виде, с подставкой. Отдельно ее прикручивать не надо. Подставка крутая, она в основном из металла сделана, по ощущениям крепкая, регулируется очень легко и в большом диапазоне. В любом положении планшет стоит устойчиво, не болтается, не уезжает. В месте крепежа под подставкой находятся разъемы подключения планшета к компу и блоку питания. Кстати, один из шнуров, тот, который в видеокарте идет, коротковатый. Для моей конфигурации рабочего места он прям вот впритык. По дизайну эта модель смотрится не как супер какая-то дешевая. Корпус тоненький, рамочки относительно маленькие, по бокам сенсорные кнопки, о которых я чуть попозже скажу. Естественно, это все пластиковое, без какой-то крутой отделки, но повторюсь, как дешевка это не выглядит. Это, наверное, не самая сильная сторона этого планшета. Сам по себе экран неплохой. Он большой, по своему опыту могу сказать, что размер здесь имеет значение. На мелких 10-12 дюймовых экранах работать не очень удобно, зрение напрягается. Оптимальный размер, как по мне, 16-22 дюйма. Больше не надо, потому что рукой придется слишком много болтать. Еще плюс тут Full HD матрица. IPS, естественно. У нее хорошая контрастность, яркость. Неплохие цвета. Углы обзора так себе на самом деле. На многих планшетах они побольше были. Но вот что прям не понравилось мне, это антибликовая защитная пленка. Примерно такая же была на PD 1560. Ее еще наклеивать надо было. Тут, слава богу, без этого обходится. И я ощущаю, ощущения от экрана после наклейки были хуже. Конкретно на этой модели пленка снижает углы обзора при ярком свете и очень мылит картинку. Такое ощущение, что смотришь не Full HD экран, а что-то среднее между HD и Full HD. Еще минус это калибровка гаммы. Она почти на всех китайских планшетах, скажем так, хромает. Чаще всего экран краснит или насыщенность выкручена. Тут это легко можно поправить, слава богу. Потому что настройки крутые, их как бы не очень много, но прям все четко по делу и я смог почти на 100% выставить такую же цветность, как и на рабочем мониторе. Кнопок для регулировки тут нет. Как я уже говорил, здесь сенсорная панель и это с одной стороны прикольно, круто, современно, технологично, но есть минус, что нет подсветки. В полумраке вообще сложно соориентироваться. Еще один момент, панель настроек заблокирована. Это правильная тема на самом деле, чтобы не цеплять ее случайно во время рисования. Но вот как разблокировать, ну вообще непонятно. То есть в интернете информации ноль, пришлось что-то тут наугад тыкать и оказывается надо зажать секунд на 5-7 менюшку, кнопки менюшки и тогда все заработало. Пен, он же ручка, стилус, перо, как хотите называйте. Мне понравился. Хоть внешне он простовато выглядит, но эргономически прям гуд. Не идеально, но очень хорошо. Самое главное, тут нет каких-то моментов, которые могут раздражать. Типа скрипов, торчащие кнопки, которые постоянно задеваешь, или очень широкого корпуса. Его просто взял в руку и забыл, что он там. По характеристикам тут 8000 уровней нажатия. Это чувствуется, потому что линию широкая можно выводить прям в ноль. Перо не требует зарядки, поддерживает функцию наклона. У него очень большая высота считывания, почти два пальца и еще оно очень мягкое. В догонку к пену идет простенькая подставка с наконечниками, и они вам точно понадобятся, потому что очень быстро стираются. За неделю тестов я до вот такого состояния стер один стержень. Первый раз у меня такое, честно говоря. Наверное, это из-за пленки. Как по мне, она слишком шершавая и вязкая, но убирать ее как-то страшновато, потому что уже есть царапины. Теперь самое главное. Как все это в работе ощущается? Для меня большим удивлением стала точность пера. Я думал, что на большой диагонали с этим будут проблемы, особенно учитывая цену. Но нет. Она даже лучше, чем на 15-дюймовой модели гаумановской. В 90% экрана точное попадание. Краем немножко, конечно, расходится, совсем чуть-чуть, это почти незаметно, ну и где-то в сантиметре от края прям резко уходит. Но учитывая размер, там почти ни на что не нажимаешь. Отставания курсора от пера есть, но они небольшие, примерно такие же, как у конкурентов. Что касается параллакса, это разрыв между кончиком пера и матрицей, он очень небольшой. Здесь нет технологии ламинированного экрана, как на вакуум синтик про или хайновской серии камбас про. Но тут тоже неплохо, и поэтому зазор вообще не напрягает. Что еще? С сенсорными горячими клавишами я не пользовался, они слишком высоко, их не нащупать, потому что это не кнопки, а сенсор. Надо всматриваться, куда жмешь. Короче, гораздо удобнее все сделать клавиатурой. Размытость пленки, о которой я говорил, именно в рисовании, сильно не напрягает. Драйвер на моей системе работает стабильно. Если вот весь день работать, рисовать, может быть за это время один или два раза пропасть на жим у пера. Это легко лечится, если пеном развернуть и свернуть драйвер. Еще раз хочу похвалить подставку. Она мега удобная. В принципе, такая же похожая на прошлом гауне была, но попроще. Тут она более навороченная, надежная. Можно подстроить наклон под любые потребности, задачи, и все это никуда не сдвинется. Очень надежно стоит. В конце самый главный вопрос. Стоит ли вообще вот такого огромного размера коробок покупать или нет? Ну, давайте так. Если сравнивать с моделями бюджетными, малышами, которые 10, 12, 13 дюймов, это, конечно, земля и небо. Тут даже нечего сравнивать. Если брать 15-16 дюймовые мониторы, то тут как бы не все однозначно. С одной стороны, естественно, на вот таком большом экране гораздо удобнее работать, потому что лучше читаются элементы интерфейса, меньше можно работать без зуммирования. Да и вообще, если рядом эти планшеты поставить, то видно, что в том же фотошопе рабочая область на 22 дюймов это чуть больше А4, а на 15 чуть больше А5. Но там уже сами смотрите, на чем удобнее работать. Рука устает, в принципе, так же, одинаково. Из минусов они здесь тоже есть. Первое, это то, что при близком рассмотрении видны пиксели, все-таки размер у экранчик большой. И второе, самое главное, это отсутствие какой-либо мобильности, потому что планшет тяжелый, тяжеленная подставка, большой, много проводов для подключения. Мы привязаны к блоку питания и тут даже как бы полежать на диванчике, порисовать, как это можно сделать на 15 дюймовой модели, вообще не вариант. Если вам на это пофиг, видите, большой. Я вообще изначально вот этот планшет рассматривал как замену офисного монитора, уже говорил об этом. И сейчас расскажу, почему как бы не совсем получается заменить. Первое, самое важное, это пленка. Она размытая, дает размытость изображения. Если во время рисования на холсте это как бы не сильно заметно, не напрягает, то когда начинаешь работать в каких-то программах в том же фотошопе или в монтажке, шрифты прям сильно замыливаются, зрение напрягается и тяжело работать. Конечно, пленку эту можно, по идее, содрать. Я даже пробовал. Она легко стимается, но это все при условии. Если рисовать надо будет не сильно часто, а если сильно часто будете рисовать, как мне кажется, зацарапается быстро стекло. И помещение должно быть не слишком яркое, а то будет очень много бликов. И еще как вариант можно поискать какие-то аналоги пленок у других производителей. Вот. Второй момент, недостаток, это время отклика. Как бы для графических планшетов это не критический параметр, потому что мы, как правило, работаем с каким-то статическим изображением, что-то там рисуем, картинка особо не меняется. Но если смотреть на таком планшете динамичные фильмы или тем более в игрушки играть, будет за резкими, резко движущимися объектами легкий шлейф и опять-таки это какой-то размытости изображению придает. Как финалочку могу сказать, что я все-таки решил попробовать этот планшет в качестве основного монитора, потому что качество картинки у него без пленки, без пленки это важно, оно значительно лучше, чем на моем старом мониторе. Время отклика для меня как бы не критически важно, ну потому что я в игрушки не играю практически. Ну и момент с царапинами я решил очень хитрым способом. То есть этот планшет у меня будет как вспомогательный, когда нужно что-то там в фотошопе подкорректировать. Например, какая-то идея в голову пришла, скетч нарисовал и в принципе все. Основную работу по рисованию я буду делать на другом планшете. Если вы хотите сделать точно так же, как и я, но чтобы можно было постоянно рисовать на нем, то обязательно надо поискать какую-то другую пленку. Мне так кажется, неплохо могут сработать модели от крупных артистов. Вот, ну в принципе все на этом. Я желаю вам удачи, творческих успехов и увидимся в новых видео. Пока.